МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нас сразу вызвали, мы приехали сюда, тут лежало десятка-два кирпичей, никого, слава богу, не зацепило, остальное пришлось снимать, потому что могло быть хуже. Часть старого дымохода обрушилась на одном из зданий на Ленинградской в Петропавловске в результате землетрясения. Это одно из наиболее заметных последствий сейсмособытия, которое произошло днём 3 апреля. Во время землетрясения обрушилась вентиляция, дом древний, а ремонту никак не смогли его сделать. Управляющая компания только взяла этот дом, не прошло и полгода, а вот такое вот случилось. Как сообщил губернатор края Владимир Солодов по итогам оперативного совещания в правительстве региона, мощное землетрясение к серьёзным последствиям не привело, хотя на многих объектах зафиксированы незначительные повреждения. Я только что докладывал к этому вопросу президент Российской Федерации, сообщил, что землетрясение, несмотря на достаточно большую оценичную силу, не имело разрушений на территории Петропавловска и Хамчатского. Есть, как мы сейчас видим, обсудим по уточненным данным, некоторые повреждения, несущественные, не представляющие конструктивных рисков в зданиях, и нет ни одного пострадавшего с сколько бы серьёзными травмами. Глава региона дал поручение проверить все здания с повреждениями. По подведомственности всех организаций более серьёзно проверяйте конструктивную устойчивость. Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло 3 апреля в 15.06. Его эпицентр находился в акватории Овачинского залива, примерно в 60 километрах от Петропавловска. Угроза цунами не объявлялась. Жители краевой столицы Вилючинска и Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов. В квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу. После основного сейсмособытия учёные фиксируют более слабые авторшоки. До позднего вечера 12 оперативных групп пожарных и спасателей обследовали здания в Петропавловске, Вилючинске, а также в Елизовском районе. Есть информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях. Подобные объекты специалисты будут обследовать в ближайшие дни, чтобы сделать окончательные выводы. Трёх молодых наркодельцов поймали полицейские в окрестностях Лыжни Здоровья в Петропавловске. В общей сложности у парней изъяли 49 граммов запрещенки. Речь идёт о безработных молодых жителях краевой столицы в возрасте от 21 года до 23 лет. Самый старший уже был судим за грабёж. Один из задержанных парней приобрёл наркотик для себя. Двое планировали продать вещество. Что-либо при себе запрещено в гражданственном обороте деньги, ценности добыты преступным путём наркотические, психотропные? Есть. Что? Где? Для какой цели? Компирю, нормальный. Что? Наркотическое вещество. Что именно? Я знаю. Для чего оно? Для раскладки. С целью? Как с целью? Ну цель какая у тебя? Денег заработать. Где приобрёл? Как где? В магазине. Фамилия, имя, отчество твоё? Вот, вот, вот. Посмотрите, ребят. Посмотрите, что я делаю. Чёрт белого цвета, в котором находится. Тоже подсутки чёртого цвета. Синего цвета. По всем фактам полиция ведёт проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Напомним, что такие рейды полицейские проводят регулярно. Сотрудниками уголовного розыска, батальонам патрульно-постовой службы, госавтоинспекцией, кинологами. Проводятся рейдовые мероприятия в лесных массивах районов Атьянова, озера Безымянного, Северо-Востока, кафе «Берёзка». По выявлению лиц, хранящих, распространяющих, либо употребляющих наркотические вещества, либо их аналоги, производится проверка автотранспортных средств граждан. Производится проверка по учётам базы данных на причастность к совершению преступления, предусмотренным 228-й, статьёю Уголовного кодекса, статьёю 69 Административного кодекса Российской Федерации, на причастность данных лиц к указанным правонарушениям и уголовным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейские также ищут места закладок. В этом стражам порядка помогают служебные собаки, обученные искать наркотики. Фейк или не фейк, гадают пользователи соцсетей на Камчатке, обсуждая письмо, разлетевшееся по интернету, адресованное в правительство края, администрацию Петропавловска, МЧС и другие ведомства, в котором директор Камчатского филиала геофизической службы РАН Данила Чебров сообщает, что в ближайшую неделю есть вероятность возникновения землетрясения магнитудой 8 в районе Авачинского залива. Но паниковать не стоит. Ситуацию после землетрясения пояснил сам учёный. По словам Чеброва, сейчас наблюдаются авторшоки. И новое землетрясение может быть, но оно будет слабее основного. Сценарии дальнейшего развития будут типичными, как для крупных землетрясений. Просто будет затухающий паташоповый процесс. Ощутимые землетрясения очень возможны, разумеется, но, скорее всего, это будет менее слабым. Менее сильным. Да, менее сильным. Более слабым. По словам Данилы Чеброва, пока всё идёт по благоприятному сценарию. И если будет повод для беспокойства, об этом сообщат. Будем рассматривать, что произошло за ночь. И если такие основания считать это землетрясение фаршоком будут, то мы сразу же эту информацию доведём. Вот на данный момент всё пока идёт по благоприятному сценарию. Такие землетрясения на Камчатке бывают регулярно. Просто это достаточно близко от города. Учёные призывают жителей региона успокоиться, так как прошедшее землетрясение – обычное явление для Камчатки. Но в этой истории всё же не обошлось без фейков. Буквально сразу же после землетрясения по мессенджерам пошло голосовое сообщение, в котором некая женщина предупреждает всех о том, что буквально вот-вот будут новые подземные толчки, гораздо более сильные. Девочки, у меня соседка работает у нас в администрации города. Им пришла телефонограмма, что в течение часа может быть разрушительное землетрясение. И поэтому я вам и написал, чтобы вы… Может и не быть, но видите, как осведомляют. Вот она зашла, мы сейчас собираемся. На это отреагировала мэрия Петропавловска. Там убедительно призвали горожан использовать для получения информации только проверенные и официальные источники. Администрация просит не верить непроверенной информации и не рассылать в сетях и мессенджерах анонимные сообщения о якобы прогнозируемых землетрясениях на территории города. Напомним, что обо всех случаях чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Петропавловска по телефону 303-111 или 112. Экс-главбух Камчатской краевой больницы имени Лукашевского отправится в колонию за многомиллионное мошенничество. Суд вынес обвинительный приговор 60-летней женщине. Как установил суд, женщина, занимая должность главного бухгалтера одного из лечебных учреждений Краевого центра в период с января 2017 по ноябрю 2020, используя свои полномочия и внося заведомо ложные сведения в документы бухгалтерской отчетности, похитила денежные средства, выделенные из регионального бюджета и предназначенные для нужд больницы в общей сумме более 7 миллионов 700 тысяч рублей. По уголовной статье мошенничества женщина получила 3,5 года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Камчатцы, уволенные с военной службы, получат комплексную социальную помощь. Им предоставят поддержку в трудоустройстве, социально-медицинской реабилитации и в другом. В рамках поручения главы региона Владимира Викторовича Солодова на Камчатке формируется система комплексной ресоциализации граждан, уволенных с военной службы. Для этого будет создана межведомственная комиссия по ресоциализации лиц, уволенных с военной службы. Главная задача комиссии – помочь человеку интегрироваться в общество посредством социального сопровождения. Перечень услуг объединит различные направления работы, в том числе помощь в трудоустройстве, социально-медицинскую реабилитацию и другие важные направления работы. Задача социальной службы в том, чтобы граждане, уволенные с военной службы, получили весь спектр социальных услуг в рамках одного окна. Специалисты Центра поддержки военнослужащих и членов их семей будут сопровождать граждан, уволенных с военной службы, в течение 100 дней. Напомним, за время проведения специальной военной операции приняты различные меры поддержки участников СВО и членов их семей. На федеральном уровне – это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном уровне реализуются около 30 различных мер поддержки. От бесплатного горячего питания в школах и путёвок в оздоровительные лагеря для детей участников спецоперации до единовременных выплат. Камчатский депутат прославился фривольной перепиской в сети. Речь идёт о новом члене регионального парламента Дмитрии Шадрине. Именно он получил вакантный мандат уголовника Валерия Быкова, который отправился в колонию за взяточничество. Дмитрий Шадрин в день вручения мандата успел отметиться в комментариях в канале МассМедианьюз в Телеграм, где в достаточно грубой форме общался с подписчиками. При этом писал он под вымышленным никнеймом и безликой аватаркой. Но, как известно, всё тайное становится явным, и журналисты выяснили, кому принадлежит номер Грубияна. Коммунист Шадрин, как выяснилось, не только с хорошими манерами незнаком, но ещё и с законом не дружит. В 2020 году он пытался избраться в Вилючинскую думу и в процессе заработал себе уголовное дело за то, что предоставил в территориальную избирательную комиссию липовый диплом об окончании высшего учебного заведения. Избирком тогда направил в Кузбасский государственный технический университет запрос, на что получил ответ, что Дмитрий Артурович не получал образования в этом вузе. Выборы Шадрин в итоге продул. А расследование уголовного дела против него было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Сегодня этот человек представляет интересы жителей региона в Камчатском парламенте. 31 человек получил консультации в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи. К специалистам пришли социально незащищённые категории граждан – неработающие пенсионеры, инвалиды, одинокие родители, многодетные семьи и ветераны боевых действий. Чаще всего люди обращаются по поводу выплат и начисления пособий. Специалисты юридического бюро принимают активное участие во Всероссийском дне оказания бесплатной юридической помощи. К нам обращаются граждане с различного рода вопросами – жилищного характера, наследства, задолженности по коммунальным платежам, предоставление различного мера социальной поддержки. К нам относится определенная категория граждан. Могут они обратиться по адресу – город Петропавловск-Камчатский, улица Советская, дом 18, кабинет 14. Мы помогаем, консультируем, составляем исковые заявления, по определенным вопросам осуществляем сопровождение суды Камчатского края, пишем жалобы, ходатайства. Всероссийские дни оказания бесплатной юридической помощи проходят раз в квартал. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. Суровые камчатские пенсионеры перенесли вчерашнее землетрясение, даже не дрогнув. Школьница из поселка Ключи стала лучшей ученицей этого года на полуострове. Сборная Камчатки по ММА поедет на всероссийские соревнования в полном составе. Подробности далее. Суровые камчатские пенсионеры перенесли вчерашнее землетрясение, даже не дрогнув. В сети разлетелось видео с камеры торговой точки птицефабрики «Пионерская» в Петропавловске. Бабушки, стоявшие в очереди за яйцами в момент подземных толчков, даже не шелохнулись. На видео слышно, как одна из них, когда вокруг начали раздаваться крики, проворчала «Чего орать-то, как будто это поможет?». Когда тряска усилилась, с рабочего места ретировалась женщина-продавец. Но бесстрашные пенсионерки продолжили невозмутимо стоять в очереди. Камчатка отправит в войска более 400 новобранцев весеннего призыва, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Там отметили, что срочники останутся служить в воинских частях и соединениях, дислоцирующихся на полуострове. В том числе в соединении морской пехоты, ракетно-артиллерейской бригаде, зенитном, ракетном и радиотехническом полках, а также в соединении кораблей охраны водного района ОКВС. На новые территории, а также в зону проведения специальной военной операции их не отправят. Юноши пройдут медкомиссию и профессионально-психологический отбор, по результатам которых их распределят по видам и родам войск. Весенний призыв в России стартовал 1 апреля, а завершится 15 июля. Варвара Шубина, школьница из посёлка Ключи, стала лучшей ученицей 2023 года на Камчатке. Закрытие 10-го краевого конкурса «Ученик года» прошло в Петропавловске. За победу боролись ребята 9-х и 11-х классов из школ краевой столицы и Вилючинска, Елизовского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Мильковского и Карагинского районов. Зайдя в этот зал, чувствуешь такую атмосферу максимализма, энергии, позитива. Смотря на то, как вы взаимодействуете, сам заряжаешься такой позитивной энергией. И я думаю, что, смотря на вас, я думаю, что вы уверены в том, что весь мир перед вашими ногами. У меня это чувство знакомо, и я вам, ребята, желаю от всей души, чтобы вы с этим чувством уверенности дальше шли на протяжении всей жизни. И чтобы так же уверенно, как вы сегодня выходили на сцену, добивались поставленных перед собой целей. Четыре дня школьники Камчатки выполняли самый широкий спектр разных заданий. По словам экспертов, определить лидера в номинациях было непросто. Абсолютным победителем 10-го юбилейного регионального конкурса «Ученик года Камчатки» стала десятиклассница школы номер 5 поселка Ключи, усть Камчатского района Варвара Шубина. Она представит полуостров на всероссийском конкурсе «Осенью в Ульяновске». Цель конкурса «Ученик года» – создать единое пространство для общения и обмена опытом камчатских школьников, выявить и поддержать интеллектуальные и творчески одарённых и социально активных ребят региона. Получили редакционные удостоверения и персональные карты журналиста. Обновлённый детский пресс-центр «ЮИД» принял новых участников на Камчатке. Он работает на базе Краевого центра детского и юношеского технического творчества. В обновлённом пресс-центре сохранились его основные цели – воспитание грамотных и законопослушных участников дорожного движения, популяризация движения «ЮИД» и пропаганда безопасного поведения на дорогах. Пресс-центр отрядов «ЮИД» был создан 23 мая 2019 года. Мы его организовывали на базе двух школ – это школа номер 27 и школа номер 36 Петербург-Камчатского городского округа. В 2019 году в 30 регионах России открывались подобные пресс-центры отрядов «ЮИД», и мы также поддержали эту всероссийскую идею. Затем мы с ребятами работали, участвовали во всероссийских различных мероприятиях, писали статьи для данной газеты. Но, конечно же, на сегодняшний день детки выросли, и они выпустились уже со школы. И тогда возникла идея дать пресс-центру новую жизнь, организовав его на базе Камчатского центра детского и юношеского технического творчества. Сегодня мы посвятили новых членов пресс-центров, журналисты, и будем дальше развивать это направление в Камчатском крае, потому что это очень актуально. Мы общаемся, обмениваемся опытом с коллегами из других регионов, поэтому вот именно журналистская деятельность в направлении безопасности дорожного движения очень актуальна, очень нужна, потому что мы все понимаем, что многие вещи и взрослые дети откуда берут? Из социальных сетей, да, они активно пользуются разными социальными сетями и еще более будут правильнее соблюдать правила дорожного движения. Обновленный детско-юношеский пресс-центр ЮИД на Камчатке открыл свои двери в юбилейную дату. В марте этого года отряду юных инспекторов движения исполнилось 50 лет. Мне очень интересна тема журналистики, также я в ПДД и в ЮИДе очень давно, и мне очень интересно, как это вообще происходит, и также у нас есть проблема с дорожными транспортными происшествиями, и я хочу об этом всем рассказать, чтобы все соблюдали правила дорожного движения и внимательнее были на дороге. В ходе торжественного мероприятия также вручили заслуженные награды победителям и призерам регионального этапа Всероссийского конкурса письменных работ «Живи-светофор», посвященного безопасности дорожного движения. Отметим региональный пресс-центр ЮИД. Это площадки, созданные более чем в 30 регионах России, для обмена опытом юных инспекторов дорожного движения, общения детей и взрослых, воспитания грамотных и законопослушных участников дорожного движения, популяризации движения ЮИД и вовлечения жителей в пропаганду безопасного поведения на дорогах. Летят все. Сборная Камчатки по ММА поедет на первенство России в полном составе. Краевое министерство спорта оплатило проезд в Сочи всем 12 спортсменам. Напомним, что в конце прошлой недели возмущенные родители единоборцев обратились к нам в редакцию с просьбой о помощи. Ведь за счет бюджета билеты на первенство России купили только четырем спортсменам. Остальным предложили лететь за свой счет. Мне бы хотелось от имени федерации и лично от себя поблагодарить, ну в первую очередь, наверное, Константин Валерьевича Кмелевского, потому что личное отношение министра спорта это говорит о многом. И, конечно же, коллектив, который работал над решением этой проблемы, коллектив, я имею в виду министерства спорта, который работал над решением этой проблемы в свои собственные выходные. И вот в понедельник они нам дали такую радостную новость. Подробности этой истории смотрите в новом выпуске программы «События недели» с Анастасией Островской в субботу. Я хочу, когда вырасту, выиграть в всероссийских соревнованиях. На горе Синичкино очередная тренировка. Именно здесь, в Краевой школе по сноубордингу, Аделия сможет сделать все, чтобы осуществить свою мечту. Я прямо обожаю сноуборд. Мне нравится на борткроссе кататься. Но это вначале было очень сложно, потом уже стало легко, потому что каждый день тренируюсь. В Камчатской школе по сноубордингу занятия проходят шесть дней в неделю. И это не просто тренировки. Для многих ребят занятия уже стали образом жизни. Если выпадает возможность, прихожу раньше тренировки. И прям катаюсь весь день, если есть возможность. То есть, то так катаюсь практически каждый день. Сейчас идет достаточно хорошее развитие. Появился сноуборд-парк. То есть, появились хорошие фигуры для того, чтобы тренироваться. Появился сноуборд-кросс очень хороший, то есть стартовая секция. Все занятия проходят небольшими группами под руководством тренерского состава. Я считаю, что разница все-таки есть между катанием индивидуально и самоучкой, если быть. То есть, абсолютно разное. Самоучкой ты будешь учиться дольше. Потому что у тебя нет наглядного примера, и тебе никто не может подсказать, как это все делать. А если, допустим, заниматься инструктором, тренером, то пойдет очень быстрый прогресс. То есть, всегда видно, если ребенок, там еще с малых лет, как бы отличается немного какими-то своими данными, способностями. Но эти все способности, которые, возможно, даны человеку от природы, их можно и наработать. То есть, трудом, тренировками. Вот, поэтому, в конце концов, дети, которые более упорные, те и показывают результаты, а не те, которые более талантливые. Детей занимаются где-то в районе 120, и, конечно, мальчиков намного больше, чем девочек. Вот, что очень жаль, потому что девочки тоже способны в этом спорте очень-очень хорошие результаты показывать. Тренировки на горе Синичкино проходят в любое время года. Очень важно, когда спортсмен бежит, даже если он сноубордист, он должен бежать как легкоатлет. Кроме зимней подготовки, также существует и летняя подготовка, общая физическая, специальная физическая подготовка. Вот, стараемся детей как можно больше встраивать в спорт. Вот, там, у нас есть в планах серф, лагерь летом, например. Вот, ну, то есть, как можно разнообразнее мы стараемся провести, например, то время, когда снега на горе нет. В Краевой школе сноубординга серьезное отношение к спорту не только у тренеров, но и у каждого ученика. Планировал стать профессиональным сноубордистом, там, летать на сертистские соревнования, на мировые. Ну, попробовать постараться надо. Ну, вообще, когда была маленькая, каталась у папы на сноуборде. Ну, и мне это понравилось, захотелось сама научиться заниматься. Выпускники Камчатской школы сноубординга становятся мастерами спорта и чемпионами России и мира, как и их именитые тренеры. Двери школы открыты для каждого. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»